МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Я приветствую тех, кто только что к нам присоединился в эфире на Беларусь-2 ток-шоу «Перекрёсток». И сегодня в компании самых компетентных специалистов мы говорим об историко-культурном наследии Гомельщины. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж, я думаю, всех нас порадовало, что продолжается реконструкция Дворцово-паркового ансамбля. Уважаемые друзья, скажите, всегда ли эти все работы по реконструкции, строительные работы, связанные с той же реконструкцией, должны согласовываться с историками? И всегда ли так на самом деле? Олег Гарюч. В обязательном порядке существует ряд нормативных документов Республики Беларусь, где любое проникновение в историко-культурный слой, так называемый, он должен обязательно предшествоваться работе археологов. Сергей Павлович, то есть строители чаще всего не приступают? Олег Гарюч правильно говорит. Это совершенно правильно и не только согласовываться, они участвуют в разработке, в начале проектирования обязательно. Назначается научный руководитель и изучаются все исторические материалы. Я могу привести пример, даже такой вот, Олег Гарюч, подтвердить, что даже когда неизвестно, что было, мы вот при реконструкции второй очереди парка пытались там сделать фонтан рядом с пешеходным мостом и начали стройку и наткнулись на фундаменты какие-то были. Оказалось, что это подняли исторические материалы. До этого неизвестно было. Подняли материалы и оказалось, что там когда-то была церковь. И сейчас на этом месте отказались от фонтана, сделали мемориальный знак, что на этом месте там было то, 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 то. Я хочу сказать, что здесь очень правильно политику и позицию приняло руководство Гомельской области и города, отказавшись от первоначальной идеи, что мне кажется тоже уникально, и все-таки согласившись над тем, что надо обозначить просто это культовое место каким-то знаком. И сделали знак, да. Второй пример. Сейчас мы делаем реконструкцию бывшего роддома под Следственный комитет. Наш архитектор уже несколько раз поднял все материалы. Все, что было задумано архитектором, ездил в управление культурой, дел по охране памятников. Это все согласовывается на самом высоком уровне. И поэтому привлечение всех, всех специалистов, это обязательно. Строители не получат ордерное начало без этого. Евгений, участвовали ли вы в таких вот общих совещаниях и собраниях, и так ли это всегда на практике? Ну, я лично не участвовал, не приглашали. Но на самом деле... Ну, я думаю, после программы ситуацию применяем. Есть законодательная база, которая обязывает, и есть реальная практика, которая не всегда соблюдается. Дело в том, что есть памятники, взятые под охрану, и когда на их территории предполагаются какие-то работы, земляные, строительство, то в абсолютном большинстве случаев это соблюдается, и там проводятся предварительные исследования археологов, историков. Но есть море памятников, их даже еще больше, чем известных памятников, которые просто не учтены. Это особенно относится к памятникам археологии. И, в принципе, насколько я знаю по законодательству, при привлечении больших земляных работ, строительные организации должны сначала проконсультироваться с археологами и историками, нет ли там памятников, а потом проводить работу. Но, к сожалению, не всегда так происходит. И пример — это строительство восточного обхода вокруг Гомеля от дороги на Романовичи в сторону 17-го микрорайона, микрорайона Мельникова-Луг. Дорога очень нужна городу, без нее город просто задыхается. Но когда ее начали строить, оказалось, что там большое количество памятников археологии нашпиговано в прямом смысле. То есть, по сути, вам пришлось за строителями уже докапывать что-то? Да, и уже после того, как дорогу вырыли с земли, уже ходил, собирал остатки, нашел там стоянку приблизительно эпохи неолита раннего железного века, то есть это где-то третье тысячелетие до нашей эры, первое тысячелетие до нашей эры. И фактически там стоянка была, как я посмотрел, приблизительно размерами 20 на 20 метров. Какие-то вот, я смотрю, находки вы принесли в студию. Давайте, может быть, расскажем, что здесь есть. Да, это находки, которые были мною собраны в 2010 году, летом, на месте строительства дороги в Восточный обход, вот между дорогой на Романовичи с Новобелецей и берегом реки Сож. Вот это все, что осталось от стоянки. По найденным фрагментам видно керамика эпохи неолита эпохи раннего железного века, вот, украшены различными узорами. Видны отщепы от кремниевых орудий, вот, видны фрагменты, вероятно, ножа какого-то с кремниевого орудия, либо, может быть, серпа. Вот видно, что человек обрабатывал, потому что такие параллельные линии могут быть только на обработанном рукой человека элементах. элементах, фрагментах кремния, вот. Но это все, что осталось от стоянки, повторяю, размеры ее были 20 на 20 метров, глубина где-то до полметра, в принципе... То есть сохранить изначально можно было больше? Да, можно было раскопать ее, тем более в разрезе я видел остатки каких-то сооружений, то есть, вероятно, это были какие-то жилища эпохи неолита раннего железного века, вот. Но, к сожалению, вот, произошло несогласование, то есть официально там памятников, включенных в список историк, культуры и наследия нету, а неофициально они там есть. Вот эта несогласовка привела к тому, что от стоянки осталось вот килограмм керамики и кремния, и все, и больше нету. Хотя 20 на 20 метров это, в принципе, не огромная территория, это несколько гектар. Можно было даже волонтеров пригласить, я думаю, в Гомеле много кто пожелал участвовать в таких раскопках. И можно было бы исследовать и сохранить интересный для Гомеля памятник. И какие там уникальные находки были, мы теперь можем такое предполагать. Сергей Павлович. О нестыковке. Да. Тут, естественно, они не были известны, так? При строительстве у строителей обязаны все остановиться. Но это не каждый специалист. Не каждый увидит вот эти мелочи. Для нас это нужно вообще. Да, опять нет, сразу это останавливается. Это большие деньги включаются. У нас получился опять по первой очереди парка. Мы наткнули, везли там сеть какую-то там. Обычную инженерную сеть. И сеть инженерную, и наткнулись на это. Сразу же остановились. Сразу вышли к истории, и они начали раскопки. Это строительство сразу же. Но, наверное, к парку больше внимания, потому что все мы ожидаем о том, что там наверняка есть много ценного. Давно мечтаем мы этот восточный обход. И там, конечно, техника. Все пошло, поехало. И ножом, так сказать, снесли лишнее то, что можно было остановить. В начале передачи говорили, что процесс изучения историко-культурного наследия, это процесс постоянный. И сейчас мы постоянно даем в список включенных историко-культурных, вот этот спис главный Министерства культуры, постоянно он обновляется, постоянно увеличивается. Ну, то есть неизвестно, что нам судьба еще подает. Да, да, да. И я хочу сказать, чтобы вы понимали, что государство пристально за этим наблюдает, и за сохранение законности, за соблюдением, и за вот этим списом, то, что прокуратура, прокуратура даже, Республики Беларусь, это взят на особый контроль. Что ж, история и память всегда идут рядом. О том, как краеведческая и поисковая работа однажды, и, похоже, надолго затянула мою коллегу Татьяну Якименко, узнаем прямо сейчас. Татьяна Сергеевна, рад вас видеть. Здравствуйте, вам слово. Здравствуйте. Да, я думаю, что, Александр, у каждого журналиста бывают такие темы, которые остаются журналистом навсегда. Я вот уверена, что тема, которой я сейчас занимаюсь, и уже пятый год, что она, наверное, останется со мной на всю мою жизнь. Пять лет назад мне подсказали один уникальный факт, что у нас на территории области, в Рогачевском районе, проживали очень интересные люди в середине XIX века. Это семья Кигнов-Павловских. Елизавета Павловская была первой белорусской писательницей, ферклористкой, а её сын Владимир Кигн Дедлов, псевдоним его Дедлов, потому что одна из деревень помещиков называлась Дедлова, был царским чиновником, был уникальным человеком всесторонним, журналистом, публицистом, писателем чеховской поры. И в его окружении были очень известные люди, братья Васнецовы, Михаил Врубель, Леонтьев Щеглов, поэт, и многие другие известные люди в той поры. И Владимир Кигн состоял переписки с Антоном Павловичем Чеховым, и свои письма он писал, к удивлению, может быть, всех из этих сёл. А ответы приходили в Довск, и почтальоны в Довске приносили этому помещику письма от Антона Павловича Чехова. И, конечно, эта тема настолько интересна мне была, что не закончилась двумя полосами в нашей газете «Знамя юности». Вокруг меня собрались единомышленники, меня поддержали участники клуба «Живеда» при Гомельском городском комитете Барсим. И за эти годы было сделано многое моими единомышленниками. Во-первых, был установлен памятник на могиле Елизаветы Ивановны Павловской, потому что как-то вот так сложилось, что и даже могила потерялась. То есть силами волонтёров? Да, силами волонтёров за счёт средств горкома БРСМ установили памятник студенты Белгута нашего. Нас поддержал ректор университета Вениамин Иванович Синько. И студенты строительного факультета установили этот памятник в деревне Фёдоровка Рогачёвского района. Вот здесь присутствуют педагоги и ученик 72-й школы, Муковнина, Надежда и Борис. Города Гомеля. Да, города Гомеля. Они, значит, создали творческую группу и реконструировали фрагменты обряда, которые писала Елизавета Павловская в своей книге «Белорусские народные песни». В общем, Татьяна Сергеевна, это ситуация, когда не только вас затянула эта ситуация, эта история, краеведческая поисковая работа, но ещё и подключили вы, в свою очередь, зародили этим людей. Да, всё, что мы собрали, всё, что мы за эти годы наработали, мы вот объединили в такой информационный проспект участники клуба. Мы представили свою работу на конкурс в институте и получили первую, а теперь она будет ежегодная премия имени Владимира Кигна-Дедлова. Поздравляем! Что ж, продолжаем обсуждение. Не могу не затронуть ещё очень важное направление – судьба так называемого старого Гомеля. Евгений, что здесь беспокоит историков областного центра? Ну, тут в этом вопросе историков областного центра беспокоит то, что, к сожалению, в Гомеле сложилась так ситуация, что понятие «старый город» не существует ни юридически, ни реально, ни даже где-то в менталитете горожан. И несмотря на то, что Гомелю уже очень много лет, официально больше 870, реально ещё на 500 лет больше, но старый город как место воплощения, скажем так, всех этих многовековых традиций, истории старого города в Гомеле нет. То есть нигде это не обозначено? Да, да. И когда гостей города, горожане ведут в старый город, они ведут его в парк. Но, как вы понимаете, парк – это не город, парк – это сердце, центральная часть города. Но в парке горожане не жили, там жили наши князья. И он не может собой, будучи прекрасным парком, он не может всё равно собой заменить старый город. Вы отыскали эту территорию старого города и чем она уникальна? Ну, её не надо было искать, она есть. Это территория, которая прилегает опять-таки к парку. Это территория современных улиц Фрунзе. От Фрунзе до Пролетарской Плеханово, площади Ленина, Артёма, Волтовской. Эта территория уникальна тем, что там сохранилось большое количество памятников и каменной, и деревянной архитектуры в конце 19-го, начало 20-го века. Вот. И если каменная архитектура по причине более прочности, большей прочности своего материала, она может ещё сохраняться, то деревянная архитектура по причине того, что дерево более такой недолговечный материал, она, деревянная архитектура, очень быстро исчезает. А как раз таки в деревянной архитектуре есть одна из уникальных особенностей нашей области. Это деревянный резной декор. Это та особенность, которая есть только на территории Гомельской области. Тут даже четыре традиции деревянного архитектурного резного декора. И Гомель представляет только одну из этих традиций, самую яркую. Вот. И это такая особенность, которую мы можем сделать своим брендом и использовать её в качестве городского бренда наряду с Дворцово-парковым ансамблем, наряду с Витковским музеем, также и деревянную архитектуру Гомеля. Андрей, знаешь, что вместе с Евгением и вместе с единомышленниками, историками, как-то предлагали создать что-то вроде заповедника белорусской архитектуры, гомельской деревянной архитектуры. Насколько это реально сделать и где его можно разместить? Ну, мы пропонували некоторые вариантов. Один из самых, может быть, реальных – это разместить там, где она уже есть, но есть. Это зона дравляных забудовы, не только дравляные цыгляные архитектуры. Это улица Пролетарская, колешняя Фельдмаршальская, это район улицы Волотавской. Есть лакуны в городской забудове, где так само пропонувалось разместить, ну, больше таки вариант туристического звена такого с обновлением страченных будинков уже подчас, там, разносом перепланировки города. Поэтому есть разные пропоновы, иншая справа, что зараз по культу, что долей, как бы, таких пропонов. Слышат ли эти предложения? Понятно. А, да. Сергей Павлович, ну, вот насколько реально именно в центре города разместить и оставить этот, так называемый, называемый его заповедник белорусской или гомельской деревянной архитектуры? Понятно, что в гомель, особенно в центральной части, есть необходимость в большом количестве новых социально значимых объектов, в том числе и жилье. Как вот здесь найти золотую середину? Тут проблема эта обсуждается очень давно и не нова. И она, как говорят, вознаня не там. Потому что, ну, не повезло нашему городу. Нет, у нас не повезло. Но нет у нас такого куска в городе, я занимаюсь генпланом уже 45 лет, генпланом один, второй, третий. Нет такой застройки, которая бы представляла собой... Историко-культурную ценность? Да. Зоны, куска такого. Как это есть? В Вильнюсе, как есть? Во Львове, в Киеве, под Ол... Есть. Евгений, не грустите, а неужели нету? Нет. Понимаете, а собрать эти вот деревянные дома в каком-то месте, что дальше? Что с этого получится? Ну, я, например, лично слышал много раз, что там можно сделать культурно-развлекательный центр с национального ухода. Такие есть. Я бывал давно еще молодым совершенно парнем под Киевом. Где было сделано... Там есть собраны все там эти куринии. Заходишь в него полусогнули. Там есть и зыбки, коляски, эти кросны, что ткут, ткут, так? И эти... Плетеный плон, как купала, говорит, как-то тын, деревянный, дровляный тын, что лег, подвез, пока там. Там все это... Там среда. Сам дух того, что мы свезем. Если речь идет о деревянной резьбе, давайте сделаем, может быть, музей деревянной резьбы. Но музеев у нас так много сегодня. Даже есть музей криминалистики. Ну, почему эти... Вот свезли Пушкин. Тоже, ну, свезли Пушкин вот на Пушкин... На улице Пушкина. Да. Пушкин. Ведь в одну зну сгрузили там это море железа, металла. Ну, нет. И возьмите Матерь Родины под Киевом, да, в Киеве. Где-то все на холмах стоит совершенно. Понимаете, это музей. То, что мы пытаемся вернуть деревянное наследие деревянное, это должно выразиться вот в такой вот книге. Евгений, неужели недостаточно у нас примеров? Я сейчас одну подру фразу, потому что, если мы соберем, это будет впечатление, что эти дома еще скоро снесут. Но мне кажется, что книгу Ветковский музей совместно с управлением Пушкин успеет всегда сделать. Снесут. Забыли снести. Вот в чем дело. Ну, я тут... Потому что нету всей глубины, подхода, духа. Мы не создадим эту улицу, того, как люди жили. Просто будут собраны в кучку там рядышком стоять деревянные дома. Ну, что, кого она привлечет? Никого. Разве видел и забыл. Ну, я не совсем согласен с предыдущим выступающим по тому причине, что музей деревянной архитектуры, народной архитектуры под Киевом в Пирогово, это музей народной сельской архитектуры. Значит, и мы говорим не о сельской архитектуре Гомельщины, мы говорим о городской гомельской архитектуре. И вопрос стоит о создании, воссоздании, формировании, точнее, даже, наверное, лучше быть так, старого города, а не музей деревянной архитектуры Гомельского района. Это понятно. Евгений, есть у нас сегодня эти памятники, которые можно собрать в одном месте? Повторяю, они находятся вокруг, в своей значительной части, вокруг Дворцового парка в ансамбле. Это очень интересная территория, по той причине, что сам Дворцовый парк в ансамбле, как жемчужина города, он является самой главной ценностью города Гомеля. Вокруг него, с некоторым расстоянием, находится большое количество памятников архитектуры. Конца 19-го, начало 20-го, первая половина 20-го века, середина 20-го века, которые взяты под охрану. Между этими памятниками находятся территории, застроенные, либо не застроенные, лакуны пустые, либо территории, застроенные обычными домами. Нет, это понятно, Евгений, мы же сейчас не территорию, мы говорим о том, вообще, есть ли нам что на эту территорию перенести. Есть, есть что смотреть, есть что показывать. Дело в том, что, наверное, предыдущий оратор не водил экскурсии по Гомелю, а я водил. У меня есть экскурсии по городу. Я не водил, я их вожу по городу, я город делаю. А я водил экскурсию, у меня опыт, штук 50 экскурсий, из них приблизительно 15, это были иностранцы. Я знаю, что интересует гостей города, что интересует гомельчан и что интересует иностранцев. Вот могу сказать, что как раз таки, если иностранцев что-то в Гомеле привлекает, так это парк вместе с сажом и деревянная архитектура. Каждый раз после экскурсии для иностранцев и для гостей из Беларуси я всегда спрашиваю, а что вас больше всего интересует. 95% называют парк, дворцовый парк, ансамбль и деревянные дома с вот этим вот резным декором. Это показывает, что у нас есть, что им показывать. Я буквально два слова хочу добавить между научными сотрудниками и практиками. И вот мое видение такое, надо оставить какую-то часть деревянной скульптуры там, где она существует. Ни в коем случае ее нельзя переносить, потому что оторвешь с места, это уже ничего не будет. Но, может быть, ее приспособить под коммерческую, и опять-таки, с чего я и начинал, под коммерческое использование. В одной избе сделать гостиницу или гостиный дом, в другой избе корчму. И тогда вот эта пешеходная зона, о которой мы долго говорим, которая будет приближаться к парку, она будет интересна туристу. То есть он не просто специально будет идти смотреть деревянное изотчество, а он попутно как бы идет. И тогда город использует свою выгоду. То есть пройдет коммерциализация этих объектов, их есть смысл сохранить, придав им новое жизненное назначение. А людям предоставить жилую. За границей по-другому делают еще. За границей помогают финансово жителям этого дома, но с тем условием, чтобы он принимал у себя в натуральном быте туристов. И такое есть. То есть здесь уже проникновение государственного и частного бизнеса. Государственное и частное партнерство. Партнерство, да. То есть город мастеров, который... Вот таким планом эта проблема может быть и решена. Только за счет бюджета. Или сохранить, отреставрировать, правильно, я согласен с этим мнением, что специально туда люди будут мало ходить. Это будет опять искусственный объект. Или, не дай бог, сорвать с этой точки и перенести в какую-то другую точку. И мы все отдельно тоже. Уже нет энергетики той. То есть мы живем все в пределах какой-то определенной энергетики, атмосферы. По жизни. То есть можно решить эту проблему, но опять-таки здесь должны собраться власти, архитектура, бизнес, историки и найти вот эту золотую середину. Если все эти вместе соберутся и поймут, что это надо, и будет выработана общая программа в городе, это будет сделано. Если нет, тогда нет. Одну фразу. Я хочу, чтобы зрители не подумали, что тут сядут какие-то ротоборцы за архитектуру, а мы, ретрограды, пытаемся сломать. Нет. Мы пытаемся сделать правильно. И грамотно, и умно. Вот в чем дело. Хорошо. Когда мы по-правильному все сделаем, у нас получится хоть что-то, о чем мы сегодня говорили. Кроме книжки. Книжку Андрей пообещал заняться этим. Когда? Ну вот если в будущее глянуть. В будущее, я вам скажу, знаете, Маяковский сал так, что любовная лодка разбилась о семейный быт. Поэтому, если будут деньги, это будет. Что ж, уважаемые друзья, это были наши выводы. Сделайте свои. Встретимся ровно через неделю на новом перекрестке мнений. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...